Дом-призрак на окраине Энгельса. По документам он уже давно расселён, но на деле это почти развалившиеся здания, где люди вынуждены не жить, а существовать. Полная картина происходящего в репортаже Полины Федюк. Колонны, толстая кирпичная кладка. Жителям этого дома на окраине Энгельса 60 лет назад можно было только позавидовать. Сейчас их крепость разрушается на глазах. Впервые о сносе дома заговорили в конце 80-х. Спустя четверть века ничего не изменилось. Надежда на переселение передаётся его жильцам из поколения в поколение. Каково жить здесь? Очень тяжело, трудно. Во-первых, в комнатах холодно, сырость, вот этот вот грибок, все эти устройства. И вообще, представляете, 25-26 лет прожить в этом доме и никаких сдвигов, ничего нет. Они живут без крыши над головой. Жители покидают свои квартиры вынужденно. Последняя семья уехала, когда в их спальне обрушился потолок. Детель возьмёшь? Соседи стали одной большой семьёй. Как товарищи по несчастью, они помогают друг другу. Здесь нет ни ванны, ни душа, ни туалета. Чтобы искупать маленькую Вику, Екатерине Сотниковой воду нужно греть. А набрать её можно только на общей кухне. Здесь с потолка валится штукатурка, а стены слоятся и дышат влагой. Сколько мы тут живём, смыжем, это тут всегда. Стоишь и боишься, что у тебя на голову просто что-то упадёт. Мы тут один раз чуть не сгорели, у нас со второго этажа вот так вот текла вода. Вот у нас проводка, видите, какая она у нас. Ночью, если сгорится, часа в три ночи, если все будут спать, то всё. И сгорит всё моментально. Бессонные ночи у Екатерины Сотниковой не из-за плача в грудной малышке, а из страха не проснуться во время пожара. Другого жилья у молодой семьи нет, а снять комнату сейчас им не позволяют средства. Страдает от неустроенности родителей и маленькая Вика. Она родилась по уже несуществующему адресу. Сегодня нам два месяца, но ребёнок у нас до сих пор не прописан. Потому что документы заморожены здесь. По факту дома не существует, но прописать мы ребёнка не можем. Этот дом по документам уже снесли, а жители расселили. О том, что он непригоден для проживания, по словам Маркина и Юлии, было установлено ещё в далёком 2003-м. Вот и опять Федотов. Вот жилищная инспекция у меня была. То есть я вызывала. По наставлению Федотова был составлен акт о том, что действительно жить здесь просто нельзя и невыносимо. В письме здесь прописано, что жилой дом от 1 апреля 2003 года, постановление номер 1674, признан непригодным для проживания. Вот внизу подпись Филиппова. Чиновники от жителей годами прячутся в своих кабинетах, а люди от холода и непогоды в стенах разрушенного дома. В течение нескольких дней наши попытки получить ответы в Министерстве строительства и ЖКХ области также не принесли никаких результатов. Полина Федюк, Александр Шевченко, Павел Криклевец, Вести, Саратов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!